Субтитры делал DimaTorzok 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 Так вот я 11 жопня написал Субтитры делал DimaTorzok Салют Метал Хэд Сегодня 11 октября Осень в самом соку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это офигенно соляк такой получился Не сложно, но блин в тему Субтитры делал DimaTorzok Да, вот это как раз, кстати, альбом коротенький, это типа на эти виниловые пластинки есть, типа 7, 7, 7, 7, 3 песни на 7 минут 10 секунд Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диана 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 Ди На два альбома ритма-гитары, да. Тоже надо будет над этим работать, короче, блин. Аранжировки придумывать. Ну, короче, блин, дел полно. Если будет опять этот хренантин, тогда будет время, так сказать, с этим заняться. Ну вот, короче, готовимся к записному альбому. Дома, кстати, открыта для сотрудничества с Сойгами. Выступить готово. Вот, кстати, будет сейшн 14-го. Ну, если он будет, конечно, если его не это. Если его не накроют. Хе. В этом, как его. В ЛФ-клубе, если карантин не въявут. Мы бы, конечно, тоже выступили. Чё, квадрат нас не пригласил, блин? Квадрат. Квадрат. Бедрин, чё ты меня не пригласил, блин, ебченьки. У меня, как раз, материал есть в таком же стиле, грандовом там. Песенки коротенькие и шеленькие всё. Вокалист – это сблидинг. Френд-мен. Состав есть. Басист, я на гитаре. Ну, барабаны, конечно, минусовка, да. И вокалист. Сблидинга, да. Олег. Тю, ёптей. Ну, вот. Сколько времени прошло, проблема как была, так и осталась на моей страничке. Мотал-архив. Где все настоящие даты, о которых я сейчас рассказываю. Кто-то из модераторов взял и назвал фейком, написал свои даты. И получается, что на этих архивах не совсем правдивая информация, а некоторые писатели, да, есть такие, Игорь и всякие, пишут неправдивые книжки о нашем отличном андеграунде, ссылаясь на этот источник. Я знаю некоторые группы, у которых также возникли подобные моим недоразумения. Так что не советую верить в ту информацию, которая там есть. Поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах. Начал с проекта Enjoy of God, потому что он появился первым. Итак, сегодня я расскажу про заключительный мощный убойный миньон Жархауса по счету 14-й релиз моего проекта Enjoy of God. И состоит он из трех треков. Первый трек – это другая версия песни, осветляющая тьма. Игинальная версия песни в альбоме 1666 год. Кстати, стик взят из книги «Дьявол». Да, я тогда, мне тогда Влад Сатан, который разработал логотип Энжерова Ад, принес нам книгу «Дьявол». Дорогая книга, не помню, зеленого света, по-моему. Да, я напал, хрен, достанешь эту книгу. И, короче, я ее взял себе изучать. Вот, она у меня много лет, я ее изучал. И доминьон там 2000 года тоже тексты взял туда, включил в этот альбом. Но я об этом расскажу уже позже, когда буду рассматривать проект мой доминьон. One Man Project – Black Metal. Так, значит так, автора не помню, да. Второй трек – это другая версия песни «Арбагедон». Оригинальная версия песни в альбоме «Кремаса и души». Третий трек, так же, как и второй, с альбома «Кремаса и души». Перегран по-новому и называется «Ваду». Тексты на эти две песни я сам написал еще в начале 90-х, начитавший всякой литературе про демона. Ну да, как раз. И это тоже, еще фильмы смотрел с демонами. Там всякие чернокнижники. Короче, да. На запись данного релиза повлияло то, что я тащился от нового альбома «Fallure for Gods» группы «Emolation». Да, 99-го года, бомбовый альбом, блин. Недавно только вот «Ферму» себе купил, блин. Ну, в том году где-то, в этом не помню. Запечатанный диск, короче, прямо с лейбла. Так, сварганил этот «Миньон» в далеком 2000 году, в течение января. При записи «Миньона» Жанхауса я использовал микрофоны, электрогитары, бас-гитары и драм-машину. Ну, здесь примочек я использовал Zoom 505 и Metal Zone. Записывал я на «Тоскам» порта 07 и сводил я все дома на косичных фильмах. Потом давал, как всегда, Саше кассету, и он мне чистил этот альбом. Я цифровывал на «Матрису» сидерки. Обложку на кассету делала Юля. Огромная ей благодарность. Более подробнее, смотри, слушай мою новую выпуск. Ну вот, он сейчас, не знаю, сегодня 13 октября. Времени, как бы, в обрез, блин. То самое. Вот даже собрался уже для Хигевальда вбивать ритм-гитару там для моих музыкантов, так сказать, кто со мной лобает, чтобы им было легче все это дело подбирать. Надо тут дальше двигаться. Три темы я уже убил. Уже работаем над ними. Потому что сейчас мы не репетируем, живем. Мы так дистанционно, как бы. Ну, опыт западных музыкантов. Есть такая группа Халвицер, например. Они вообще там, участники живут в разных странах. Ну, это БАДы уже, наверное, нету, да? Вот, ну, и что, и они, как бы, через там скайп и через интернет передавали Бедуру файлы, записывались там, ну, выступали, понятно, вместе там ездили, то ясно и пень, да. Ну, короче, ладно. Короче, мы пока дистанционно, как бы, все профессионалы. У каждого есть минуса, поэтому мы можем спокойно выступить. Нам перед выступлением хватит одной-двух репетиций. Кхе-кхе-кхе. И саундчека. Это, как бы, не беда. Ну, вот. Так, этот релиз также продавали на лотках и в киосках фирмы «Лера» от «Сич Рекордс». Напомню, самым ходовым альбомом был «Тысяча одна смерть». Весь тираж был распродан на самом малопродаваемом «Дизгармонии». Хотя довольно атмосферный альбом рекомендуют приобретение. После завершения условий договора с вышеозвученной фирмой я стал на реализацию в магазине «Корона» аудиодиски и кассеты. Да, там что, DVD продавались? И совсем забыл про такой чудесный магазин, как «Талисман». Раньше там продавали кассеты от «Мун Рекордс». А, кстати, я на «Мун Рекордс» хотел, свои альбомы какие-то посылал. Они сказали, что у меня некоммерческая музыка. Хе-хе-хе-хе. Ну, понятно. «Адеграус, блядь». Типа, мало кто будет покупать такую музыку. Так, я там раньше выставлял на продажу релизы. Кстати, там что-то продавалось. Вот, отличный магазин «Рок-атрибутик» и одежда для «Рок-движения». Рекомендую покупать «Рок-магазине Талисман». Вот, кстати, балахоник, когда-то купил «Талисман». Вот, балахончик «Рок-движения Талисман». Отличный. Вот, покупал там что-то. Ну, это давно было, несколько лет назад. Тогда он стоил дешевле, чем сейчас, конечно. И сам реализовывал свои релизы на кассетах и на аудиодисках. В честь тиража подарил своим друзьям. В честь тиража дал на дистра, например, варванчику Мирошниченко. Группы «Фантасмагория». Был еще тираж на аудиодиске в том же 2000 году. Как и репрессия, этот альбом был выпущен в 2016 году сплитом с другими моими проектами. Кульми с рекордслотом. Вот у меня один мой авторский диск. И один диск... Я отдал этому, как его, родослову, да. Он тоже что-то, как бы, тут вот, получается... На парт, правда, только логотип. Ну, так выглядит. Этот диск. И вот он продается здесь. Вот он, да. Вот он продается здесь за 8 евриков. Что-то они тут Black Metal написали. Тут Black Metal вообще нет. Тут Death Metal. Чисто его обидим. Что-то они гонят. Вот, короче, так. И перед этим была выпущена кассета в 2017 году. Также сплитом с моим другим проектом. CWD-Band, да. Это Progressive Death Metal, да. Вот кассета, как вылезет. Вот у меня таких несколько копий. Кстати, я продаю, у меня есть кое-то самые кассеты по... По сколько? По 50 гривен, да. 50 гривен продаем. Это по Украине по 50 гривен. Она на дискоксе скоро появится. Там буду продавать. Продавать дороже. Вот. Вот эта кассета, вот этот релиз. Тут он стоит 6 евриков, да. Тут вообще Black Metal, Pagan Metal написано. Ну, понятно, лейбл же Black Metal. Кстати, огромная благодарность Сергею Молоху. За оформление он мне помог. Я ему скинул картинки. Он мне все это дело организовал. Сделал дизайн, да. Огромная ему благодарность. Покупайте здесь тоже. У него там вот и все такое. Вот. Вот каталожный номер VHR-136. Стиль миньона Deathmat. Он лучше слышит, что это чистая воды дизятина. У меня есть все мои авторские кассеты и диски с этих лайблок. Кое-что было в духе экземпляра. Оставил себе по одному остальной и продал. Ну, кое-что, да. Други музыканты на их релизе. 12-13 октября в новом выпуске, новом Metal Show. Я расскажу, оказывается, покажу все издания этого альбома, кроме пера пресса на кассете. Да, кстати, пера пресс там был на кассете вообще какой-то... Блин, такое и кустарного производства. Я уже не помню даже. Мне не сохранилось нифига. Ну, у меня кое-что осталось там. Сейчас покажу, кстати. Хотел показать фото моих дружбанов, с кем мы в 90-х годах тусили. Вот это я, это Влад Сатан, это Дум. Это так сбоку, припеку просто чувак обычный там, тащился, по-моему, по БГ. Это мы в научном бильярд играли. Это мы вот бухаем тут, короче. Вот я, Влад Сатан, это я вот горячую. Вот он вообще тут. Кто там в ней обсилился, наверное, блин? Влад Сатана я там причучил. Прижал, блин, к столу нафиг. Вот мы тут баловались, короче. Вот Макс Костенко, это вокалист, его приглашали когда-то в Тесаряк. У него был вокал мощный, как у Варни Гринвей, блядь. А он его пропил, сука, долбой. Ну, про покойников плохо не говорят, конечно. Это Дум, живой еще. А это я, да, вот с топориком. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так мы и бесилили, да. Это вот тоже я, это Макс. Это вот как раз мы вокалили под минусовку. Вокалил. Вот, кстати, самодельная электрогитара. Акустика я тут скотчем, ну, видим, изолентой, примотанный датчик. Вот, кстати, я. Тут тоже вот, вот у меня тут написано апокалиптик, трэш, там что-то без метал. Тут слэр, он. Вот, вот тут датчик тоже. Вот Влад, короче, на мусорке. Ха-ха-ха-ха, прикольно. Вот, прикольно, наверное, на альбом надо, вот, церковь, типа. А вот Влад, типа, стоит, да. Вот, типа, Влад Сатана. Ну, этот, немного затесал. Это я потом ставлю в альбом какой-то. Тут тоже прикольная фотка. Это вот Ика, короче. Около короны там есть. Вот у нас сидит такая, кодный там, блядь, косухи. В этих казачках. Вот это я. Стою с бородой вон. В косухе, блядь. Копичу, весь упакованный. Веталюга. Вот я курю на речке дома. Это вот тоже прикольно. Это я вот, блядь. Правда, что-то наоборот. Ну, да, фото. Это же фотография, наверное. Я пишусь. А, вот, на. Такие стихи. Думаю, дараю их на машину. Вот, блядь, дома. Классно. Макс, блядь. Садись. Это я в гостях, блядь. Костенко, блядь. И вот, блядь. Вот. Какая-то. Кольная. Опять фото. Короче, прикольно, блядь. Ой, вот мы. Ха-ха, чебураш. Макс. Я и Маша. Ха. Блядь. Дум. Раз. Паш. Фанат. Пой. Рода. Водка. Вот. Рашку, блядь. Раш. Чебу. Ха. Ой, дум. Чебураш. Мак. Ха-ха. Это. Тяжка, блядь. Мы, короче. Ха-ха. Ха-ха. Вот, да. Мы, да. Тут мы еще тогда. А-да. Ой, да. А-да. И сам. Лево взял. О, чебу. Блядь. Еще раз. Вот, а этот. Рука. Одессина. Ворюга. Не наипа. Чебу. Тип. Да. И, мать. И, удаш. Чебу. Ха-ма. Короче, я тебе, как бы не хотел. Фотка. Кара. Ха-ха. Факи. Пой. Казуй, да. Са. Я там что-то запомался. Самовар, блядь. У Макса был пиздец, какой классный. Я дома. На балконе. Вот, я тут тоже. Абстракция. Абстракция, да. Вот, а факю показывает, типа, когда писал свои стихи, на машинке набирал их. Было такое дело. Это в 90-х годах. Это вот я тоже. Фотка плохая получилась. Вот это вообще я дал. Молодой. Еще мне сколько тут, блин. Ну, короче, 90-й год, по-моему. Это у меня 89-й. А, вот, кстати, это знаменитая фотка, где я от SDM. Я ее на альбом свой сделал. Ну, это не в типа. Ха-ха-ха, да. Это вот я ходил так на концерты. Сопрэйшн. Либо ты плутантер, там, Бласт, там, еще какие-то. Ну, там, тесарак, или что-то. Ну, короче, блин, ходил на эти фестивали. А, вот, кстати, вот мы вдвоем. Дум и я, да. Вот, кстати, вот эти. Самодельные электрогитары, да. Вот тут, короче, с той стороны. А, с той стороны. Датчики стояли. И мы вот включали на перегрузку к мафонам. И получался вот тут звук. Как этот, проект Domination, да. Я включал. Вот мы, кстати, в угаре. Вот. И Макс Костенко на вокале, да. Вот, конечно, он соляки лопает. Я на ритме. Я вообще ритмач, да. Чем соляки. Вот он. Вот мы уже вдвоем ритмуем. Макс рычит, да. У Дума дома. Вот он, Макс, короче. Это Влад Сатан тоже там, типа, на басу пытался, типа, играть. Вот, вот датчик, вот, кстати, как выглядит, да. Самодельная электрогитара. Все гениальное просто, как говорится, бля. Вот он, да. Вот он, я, короче, там, да. Он, Макс, да. Вот, я, Дум, Влад Сатан, да. У Влада на даче. О, ну, это тоже можно на фотку, фотка на альбом, блин, да. Луна полная, Влад, короче, блин. А вот, кстати, Макс Костенко в футболке плавленной. Ну, короче, мы тут с этими злые, злые, держимые демонами. Вот, короче, мы тут, Влада. Сумасшедшие фотки, блин. Вон, я, короче, Влада. Дум. Типа, собрались аутопсию делать. Вот тоже Влад, Дум, я, да. И кресты, кресты, деревенок, да. Вот, короче, пистолетик. У Влада, типа, расстрелять решил, я, да. Вот, короче, Влад такой тоже, типа, без глаза. А, это уже кирдыки муки в глаз воткнули. О, вот, кстати. В гостях у одного чела, блин. Там у него были электронитары. Не самодельные, как у нас. А нормальные, басухи, да. А вот мы у него в гостях на холодной горе. Это, короче, рядом с фортом у него, там, какая-то, типа, дом какой-то там был. Не знаю, вот он, кстати. Это я вот. Это вот Макс, Влад, Дум. Вот, кстати, я, да. Макс, короче, Зихайль. Дум. Влад. Вот, кстати, я, да. Мне-то кличку дали, Геббельс. Ха-ха-ха, блядь. Вот они, да. Геббельс, я Геббельс, короче, дали мне такую кличку. Вот, кстати, я с гитарой. Бас или что это, не понял. Какая-то, видите, лопата, блядь. Вот. В очках, да, типа, каких-то. Ну, все, да. Это я уже показывал. Ну, вот, про фотки, про фотки показал. Кстати, продал книжку, вот такую. Продал такую книжку. У меня есть книжки на продажу, кассеты. Аудиодиски, да. Ну, вот. А вот так выглядел вот на дисках. Вот, промо-версия вот этого альбома. Потому что сейчас лопает жар хаоса. Вот так выглядит. Просто на диске накатка. Вот в формате 9. В английском языке, да, вот. Вот так выглядит. А вот какие-то я сам делал. И вот. Да, да, это тоже я сам дизайн делал. Это вот, типа, русская версия. В тех времен. А, блин. Это я сам уже дизайн делал. Ну, как бы, ну. Вот, Макс Рехард тут на русском языке. Да. Это русская ежёная версия. Где-то тайну там. Против, вот, сатан. Вот. Там диск выглядит. Вот так выходит. Вот, кстати, как на шапке группа, да. Вот, и чё, русская язык, я почти всё взметал. Ел. Версик, так же, да. Чё, это не перспрессы. Это уже пресс, как бы. Эдит. Тринь. А вот-вот. А вот так вылет. Внутренняя часть именно. Это вот, да. Чё? Эээ. Ну, ещё хотел сделать английскую версию. Ещё это сделал. Долгий процесс. Пока, теперь, он не стал. Начал только. Блядь. Хех. Вот так вот, блядь. Оформление. Хоть. 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 Так, ну, вот, да. Ну, да, что там дальше? А он сейчас гляну. Может, кто-то что-то хочет купить? Нет. Никто нифига покупить пока не хочет. Да, вот, знаете, да. Вот это же с этого альбома. Вот и. Та самая фотка. Ну, и, в принципе, тут всё написано, что... Кассеты я сейчас по 50 гривен продаю, потому что те, что были по 20, они уже проданы. Вот. Остались уже получше кассеты по 50 гривен минимум, да. Ну, брукшные новые были. Новые, я так и говорю, по 150 минимум. Да, хотел вот показать же, да. Вот. Вот так вот продавались кассеты мои в 99 году. Да, вот здесь рекордс, вот. Вот так висела афиша на столбах, на деревьях, по-моему, да. Вот. Новая харьковская студийная группа. Ну, я-то не знал, что можно One Band называться. Ну, группа, блин. Группа, это я сам, типа, ну, плевать. Это One One Project вообще-то. Ну, типа, не знаю, что, группа написали. Я говорю, давайте, я говорю, что Владу, говорю, давай сделай, что, типа, я сам там. Ну, это лучше, лучше мне пишу группу, а то завистников много будет. Так оно и казалось, завистникам-то хрена и так. Вот, короче, да, вот. Кстати, Макс рекордсвой был. Логотип тоже Влад разрабатывал. Вот это он рисовал. Талантливый художник, в хисти учился, блин. Логотип, да. Вот, кассета с альбомами группы, вы можете приписать, точка в продаже, сич рекордс. Ленджер, да, выражает благодарность, сич рекордс, за информационную поддержку, да, вот. Ну, и вот. Вот. И вот как раз тут вот. Сейчас. Песня. Вот. Солстая, так ищая. И мы видим, астрепляемый речный Макс. Увиделся. Говорят, ставление, нестюль, приду. Вот, в этот, как, где-то, к моему, сель. Пишников Максов. По-моему, по-моему, что-то там на нас писал. Не помню. О, что там на диск хоть не будет. В этой комнате дома. Вот, на тасканчике в своем. Сейчас я его использую как пультик. Тоже для записи. Ну, на компьютеру подключаю. То есть, раньше я писал на кассету. Вот там кассета отставлялась. Писалась на дорожке, делилась на 4. Кассета делилась на 4 дорожки, да. А я вспомнил, как я писал ненависть, альбом. Я брал у кого-то, я не помню, там брал бобинный магнитофон. Ну, бобинника у меня нету. У меня вообще бобинника никогда не было. Я писал там на дорожке, да, тоже. Вот так я и писал ненависть, альбом. Вот этот, да, ТСД я написал. Он качественный получил-то. Он ремонстрировал, делал с ребятом году, да. Так, ну, что тут, да. Тут дальше идёт, типа, что я это... Продаю кассеты, да. Сделал тираж. На дисках этот продаётся, а на кассете, не знаю, может, сделаю, бляд. Это надо делать. У меня надо программу где-то... Ну, или фотошоп поставить, бляд. Короче, на всё это надо время, бляд. Самому делать, это, конечно, накладно. И музыку писать, и сводить, и... Ну, сводить, что такое. И очень даже занятие такое сложное. В общем, на всё нужно много времени. Вот. Ну, вот тут ссылочка. На песню, бляд. Посветляющая тьма, вот. Разбестил её в 2017 году. Это вот кассета, а это вот... Вот это вот. Тут, короче, песни. Тут я, короче, взял, смонтировал, блядь. На... На канал... На левый канал... Один проект... На второй канал сразу... Другой проект. Ха-ха. Ну, типа так. Некоторые могут подумать, что оно так должно быть. Нет. Ну, короче, типа, взял тут, типа, как клип сделал. Он речку снял, короче, когда тут ветер был дикий. Получился такой адский клипес. Презентация альбома. А, это ещё состав 2015-2016 года. Торинопарт, короче, да. Альбом... Беги, короче. Тут на вокале этот... Снейкс. Он был вокалистом в этом, как его... The Human. Группа такая была, блэковая. Или есть, не знаю. Вот. Класс. У него, кстати, вокал, да пацан нормальный, блядь. Кстати, интересно, он сейчас исполняет где-то песенки или нет? Вот. Ну, вот, короче, можно ознакомиться. Напомню. Angel of God. РИП. 1990-2000 года. Включительно, да. Всё, этого проекта уже не существует. Ну, а ковера делать можно. Разрешаю. Ковера делать с моего совлазья, конечно, надо. Вот. Короче, полноценное издание можно купить за 5 баксов, обратившись ко мне в личку. Есть на кассете, на аудиодиске и, конечно же, в цифровом формате Wave. 1411 км в секунду. Вот. Вступаю в группу. Эту личка вот моя, да. Вот так, или я фотку поменял, да. Я, кстати, поставил, вчера снял видос про пессимист-диск. Вот, кстати, фотка 2001 года. Составка Торина Парда. Вот, кстати, вот этот альбом от SDM, да. Вот я фотку эту ставил свою, зашёл туда же, показывал. Да, кстати, вот уже, сколько, 8 человек. Сегодня у нас 13 октября. Вот, респект, чуваки, что посмотрели, послушали, почитали. Вот, Светлана Любченко, Дмитрия Свисаренко, Владик Вызорев, Владиш Бош, Сергей Чулков, Павел Антонов, Антони Лонсов, Максим Лучков. Всё. Дякую, что подавилось мне. Вот. Следующий выпуск будет заключительный о компиляции «Энжи Равгат», да. «Эволюция гнева», да. Вот, а там я уже расскажу подробно, так сказать, подытожим. Ну, всё. Следующий выпуск будет посвящён тому самому компиляции «Эволюшн оф Энжи Равгат». Пока только тут 23 человека, участника. Кстати, где-то ещё недавно у меня... А, афиша, а вот, кстати, вот вот это вот будет, штентство ноября. Вот тут «Сучка», «Блидинг», ещё какие-то две команды, блин. Вот могли бы и то ли напариться, да, в «Сучьи». Логотип вот сюда, например. А лучше сюда, конечно. Что это «Сучка» какая-то вверху? Это что, культовая группа, блядь, нахуй, или что, блин? Какие-то «Сучки» ебать, нахуй, блядь. Что это их сюда поставили? Ну, потому что «Жополизы». Они, блин, вообще неизвестные. Только вылезли из пёза, нахуй, блядь. Что они пололазили вот это, блин. Вот, кстати, «Бегемот» афиша. Ходила я в 2007 году. «Футболки Ноктюрнол Мортум». Ха-ха! Потом я говорю, «Макс, ты что, припёрся к футболке Ноктюрнол Мортум? Ты что, не знаешь, он, Ноктюрнол Мортум снимет в контрах?» Говорит, «А мне пофиг что-то». А когда я фоткнулся с кем-то, с «Бегемотом», он говорит, «О, Ноктюрнол Мортум», там, «Гуд Бен», типа, такой испуганный был. Думаю, щас я его там схвачу за кадыки. Блядь, опять в пиздец, блядь. Вот, кстати, финал. Группа такая была. Вот это, я так понял, кто-то из них. Кто-то из них. Гулый этот или этот, что-то, наверное. А вот, кстати, нашёл афишу или флайер датура. Это 2000-й год, 23 ноября мы тогда выступали со своим дебютом, да, не очень удачным. Ну, нас тут на афише нет, потому что мы долго думали выступать, не выступать. Мы всё-таки решили выступить, но афиши уже были готовы. Вот, да, только они у меня гостили. Тут прямо вот спали, тут кровать стояла, вот тут вот кладушка. Короче, вот тут точек немного по-другому всём было. И мы тут все водку пили, помню. Вот, конце говоря, я, короче, дал Джеке Громадову гитару свою, потому что у меня было тогда несколько гитар, но я не хотел давать тогда Джеке гитару свою вторую, потому что они мне дороги были. Джексон меня тогда был, по-моему, и этот, и Бонезга, Бабкина. Вот, по-моему, так, я не помню. Вот, Chados of Fate была такая группа, блин, там, с алкашами одними. Вот, Hados какой-то, блин, не помню, что это за хуйня. Вот, да, тоже, конечно, мощно выступили. Это что-то, упрощательное какая-то. Это, ну, типа, Melodic Death, Melodic Death. Я вообще не люблю, блин. Вот, короче, вот, финал. Финал, да, вот, Club Forward. А то я что-то не мог вспомнить. Вот, вроде Underground Connection People я не выступал, да. А то у меня Квадрат говорит, что-то я не помню такой группы. А вот, оказывается, это финал тогда организовал, да. Вот. Еще бы достать на афишу на вот этот 2001 года. Это было вот... Фото моей группы, афиши у меня нет. Дата указана на фото. 27 февраля 2001 года. Это наше удачное выступление было. Вот сюда бы афишу. На... Вот такая афиша она тоже должна быть. От Club Final, да, кстати. Ну, все. Макс уехал, желаю тебе успехов. Пока-пока. Вот, короче. Все. Подписывайся на мой каналчик. One Man Project Ranger of Gap. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...